Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании TIGMIL и сам я, Артур Изятуй. Азиатские рынки оказались под давлением в пятницу на фоне новостей, что TRAM готов открыть новую главу в торговой войне с Китаем. Китайские акции также оказались в минусе, ликвидируя скромные достижения, сделанные на этой неделе. Шанхайский компетентный индекс у нас движется к уровню поддержки 2700, который является критической на данный момент поддержкой для рынков. И если он сможет пробить поддержку, то дальше движение продолжится к отметке 2000. И тогда это уже будет ясно, что проблемы в китайской экономике нарастают. Развивающиеся рынки остаются у нас слабыми, аргентинский PESA продолжил падение, даже несмотря на повышение ставки аргентинским ЦБ. И хотя мировой рынок сумел относительно изолировать себя от последствий кризиса в Аргентине, обесценен турецкой лиры, рискуют запустить цепочку неприятных событий, где пострадают все развивающиеся рынки. Данные, вышедшие по китайской экономике сегодня, в пятницу, превзошли ожидания. Данные выходили по активности в производственном и непроизводственном секторе. Как видите, оба показателя у нас превзошли ожидания. Но это не смогло помочь как китайским акциям, так и в общем настроении по китайской экономике. И несмотря на это облегчение, то есть облегчение на экономическом фронте, Шанхейский PESA подбирается к уровню поддержки, как я уже сказал. Китайский уайн у нас незначительно укрепился на новостях и сейчас торгуется на уровне 6.82. Несмотря на относительную управляемость валютным курсом юани, неприятным следствием торговых войн стал рост волатильности в доллар-юанне, который даже сейчас превышает волатильность в евро-долларе. Статистика по производственной активности едва ли улучшил настроение. И все внимание сосредоточено сейчас на новых тарифах Трампа. Блумберг сообщил, что президент готов подписать указ о введении тарифов на 200 миллиардов долларов китайских товар, как только кончится период публичного обсуждения на этой неделе. Поначалу были сомнения, что администрация сможет подготовить тарифы в такой короткий период, однако сомнения быстро развеялись с решительными сообщениями президента. В интервью Блумберг в четверг Трамп также сообщил, что он готов вывести США из ВТО, если они, наконец, не изменятся к лучшему, если торговая организация не примет законченный вид. Такой изоляционистский шаг вряд ли по силу президента США одному. Естественно, ему будет противостоять Конгресс. Но вербальная польза от подобных интервенций, конечно же, есть. Трамп также отверг предложение Евросоюза по упразднению пошли на автомобили, назвав торговую политику ЕС такой же неудачной, как и у Китая. Канадские и мексиканские уступки США, которые почти привели к новому соглашению на ФТА, к сожалению, пока не дают основания полагать, что торговые споры с другими партнерами разрешатся так же быстро. В частности, вчера китайский министр заявил, что пока США не будут разговаривать с Китаем на равных, прогресса в торговых переговорах достичь не удастся. Сознает впечатление, что тарифы Трампа в целях выравнивания торгового баланса и урегулирования вопросов интеллектуальной собственности – это лишь всего лишь прикрытие. На самом деле, речь идет об устранении потенциального долгосрочного конкурента в технологической сфере. Евро-доллар пробил у нас нижнюю границу восходящего канала, как видите, и это пробитие означает, что если сегодня у нас евро-доллар не сможет закрепиться выше отметки 1.17, то дальнейшее восхождение будет затруднено. Также подробности по тарифам, вероятно, спровоцирует эффект, который уже в прошлый раз наблюдался – это резкое укрепление доллара из-за ожиданий инфляции и нестабильности на рынках развивающихся стран. Если евро-доллару не удастся сегодня укрепиться, значит, в следующей неделе он, наверное, будет, скорее всего, будет торговаться ниже уровня 1.17. И на рынках будет также расти убеждение, что вот этот импульс, который евро взял с уровня 1.13, импульс в сторону роста, он, скорее всего, иссяк, и пар растерял вообще возможность дальнейшего повышения. Заявления главы Центрального банка Австрии Эвальда Наводна не смогли также помочь евро нарастить преимущество против доллара, хотя он, как бы, высказывал за то, что ЕЦБ стоит уже в ближайшее время начать поднимать ставки. Но также он такое же заявление делал в апреле, оно не оказало никакого эффекта, поэтому, скорее всего, в этот раз оно будет иметь очень ограниченный эффект. Короткие позиции по лире фиксируют у нас прибыль. Это видно из отскока турецкой лиры от уровня 6.80 сегодня. Она также вот краткосрочно пробивала уровни 6.35, 6.40 даже, но затем снова перешла в рост. Скорее всего, это не поможет, такая волатильность не поможет лире снизиться, обесценится до уровня в 7 лир за доллар. И с этого уровня уже, естественно, может начаться новая спираль обесценений, так как рынки почувствуют, что коридор может расшириться в движении, и поэтому могут увеличить свои короткие позиции по лире. Неуверенность в завтрашнем дне на финансовых рынках наконец разбудила у нас продавцов волатильности. По индексу ВИКС сегодня движение наверх произошло, но затем произошел небольшой откат. В первую очередь это произошло из-за того, что рынки всерьез сейчас воспринимают угрозу новых тарифов США против Китая. Как ожидалось, тарифы Трампа вызвали волну неопределенности и отток капитала с рынков с высокой доходностью, то есть с развивающихся рынков. Однако сейчас доллар не может похвастаться статусом защитного актива, так как новый виток в эскалации конфликта могут уже почувствовать и компании в США, и поэтому первый сигнал о каких-то проблемах может поступить с фондового рынка, который как раз сейчас находится на максимуме в США. Рынок казначейских бандов у нас не доверяет эйфории в экономике и относительно хорошему настроению на рынке акций. Доходность 10-летних казначейских облигаций сегодня снижается, она снижалась за последние два дня. Указано то, что спрос на безрисковые активы сейчас растет. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Встретимся с вами в понедельник.